Это Александр. Серьезный руководитель серьезной компании не представляет себя за пределами офисного стола без мотоцикла. Свобода, образ его жизни, за плечами 8 лет за рулем и разный опыт. Были и ДТП, были ломанные ноги. ДТП было по вине водителя, выехал со второстепенной, но я третий год уже сужусь. В прошлом году только в Барнауле произошло 4 десятка ДТП с участием мотоциклов. Три человека погибли, 43 получили травмы. Сезон только начался, а аварий уже 5 и вновь не без травм. Мотоциклисты попадают в смертельное ДТП в 29 раз чаще, чем автомобилисты, говорят эксперты. Причин много. Главное, водителю машины нередко сложно заметить байк в движении вовремя. Бывает иногда. Те, кто гоняет, очень сильно любит. А нормальные байкеры, они нормально ездят. Размеренно. Сегодня Александр приехал поддержать акцию за движение с уважением. Совсем разные в жизни спортсмены, менеджеры, студенты и даже пенсионеры, но объединенные одним увлечением, собрались, чтобы напомнить водителям. Мотоциклисты снова на дорогах. И внимательность не нравоучение, а гарантия здоровья, а иногда жизни. Да, везде есть виноватые. Везде есть неаккуратные, неосторожные. Люди, которые надеются именно на светофоры, не думая о том, что есть человек, который, может быть, забылся, может быть, неадекватен. Поэтому везде есть неадекватные. Также и мотоциклисты есть, как называют их ракетчики, так и есть автомобилисты. Люди, вылечка, 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 вылечка. Тысячу ароматизаторов раздали байкеры в надежде, что хотя бы эти водители будут смотреть в зеркала. Ведь при всей печальной статистике более половины мотоциклистов все же никогда не попадали в ДТП. Евгения Даровская, Павел Лауранин. Наши новости. Вот же была акта.